Самые активные, трудолюбивые и энергичные представительницы прекрасного пола работали и в выходные. В столице Чувашии подвели итоги республиканского конкурса «Женщина-лидер-2020». Какими качествами обладает настоящий лидер? Ответственность, уверенность, знание дела и самое главное – умение вести за собой. Женщины на сегодняшний день умеют все. Они являются и хранителями семейного очага, они воспитывают детей, в то же время являются успешными женщинами, успешными в предпринимательстве, в социальной сфере, искусстве, образовании, спорте и даже в политике. И поэтому мы хотим сказать о том, что на сегодняшний день роль женщины в обществе очень велика. 35 успешных женщин со всех городов и районов республики боролись за звание лидера. В конкурсе 4 номинации. «Женщина-лучший руководитель года», «Лучший молодой руководитель», «Сельская женщина-предприниматель», «Семейное дело». Самым талантливым молодым руководителем стала Анастасия Улисова. «Лучшим руководителем, чтобы стать, нужен очень хороший коллектив, который мы строим сами. Коллектив должен тебя поддерживать, идти с тобой в ногу, мыслить в одном русле и работать с тобой в тандеме. Без дружного коллектива руководителя не бывает». Светлана Любимова вместе с мужем руководит крестьянско-фермерским хозяйством в Комсомольском районе. Здесь выращивают более 300 голов крупного рогатого скота. Чтобы обеспечивать животных кормами, сажают разные культуры. Именно Светлана и стала лучшей в номинации «Семейное дело». «У меня шестеро детей, трое. Сама родила, троих я установила. Они мне помогают и в трудности помогают, и на работе помогают, и дому помогают, и в хозяйстве. Дружная семья, любим друг друга, поддерживаем трудную минуту». Лучшим предпринимателем на селе стала глава крестьянско-фермерского хозяйства Аликовского района Ирина Никифорова. Лучшим руководителем года – директор Ядринского медицинского центра Надежда Бондарева.